Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными событиями к этому часу познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к основным темам выпуска. Чуйский тракт будут развивать как национальный туристический маршрут. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали Виктор Томенко и главы Новосибирской области и Республики Алтай. Мощи святого великомученика Георгия Победоносца привезли в Барнаул. Паломники со всего Алтайского края приезжают в Покровский кафедральный собор, чтобы поклониться святыням. В Бийске начались 22-е Дельфийские игры. Соревнования молодежи в разных видах искусств. Участники более 1200 человек. Краевые Дельфийские игры вместе лучше! Объявляю открытыми! Чуйский тракт будут развивать как национальный туристический маршрут. Это позволит раскрыть рекреационный потенциал Сибири. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали главы трех регионов – Новосибирской области, Республики Алтай и Алтайского края. Протяженность Чуйского тракта в трех регионах больше тысячи километров. В Алтайском крае около 300 километров. Трафик интенсивный – около 20 тысяч автомобилей в сутки. А рядом с городами доходит и до 50 тысяч. Виктор Томенко отметил, сегодня есть все возможности, чтобы сделать Чуйский тракт национальным туристским маршрутом. Сегодня таких уже 31 есть в нашей стране. Из них один – это наш совместный проект с Республикой Алтай, Алтайский край и Республикой Алтай. Оператор получил уже в этом году 7,5 миллионов государственной поддержки. Если мы достигнем наших результатов, а мы договорились о том, что на базе профильного органа власти Новосибирской области будут подготовлены все необходимые документы, аналитика, информация, вся заявка сформирована, все расчеты и обоснования, и мы сможем быть отнесены, Чуйский тракт дорога Р-256 сможет быть отнесена национальным туристским маршрутом, это нам позволит дополнительно делать работу по его расширению, благоустройству, безопасности. В последние годы ведется модернизация Чуйского тракта. На сегодня уже 112 километров дороги расширено до четырех полос. Еще шесть участков в работе. В планах к 2035 году расширить дорогу до четырех полос на всей ее протяженности. Также предполагается создание придорожной сервисной инфраструктуры, современных гостиниц, кафе и ресторанов. Эксперты отмечают, потенциал Алтайского края не реализован до конца. Мощи святого великомученика Георгия Победоносца привезли в Барнаул. Паломники со всего Алтайского края приезжают в Покровский кафедральный собор, чтобы поклониться святыням. В рамках Всероссийского крестного хода и молитвы о победе по всем городам и регионам нашей великой страны путешествует этот ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Недаром его называют Победоносец, он приносит победу. Мы все помним победу в Великой Отечественной войне. Это была Пасха и праздник святого Георгия. И мы сейчас надеемся, что он услышит наши молитвы. Поклониться мощам можно сегодня и завтра. В райцентре Залесова полным ходом ведутся ремонтные работы на местном автовокзале. В течение месяца мы должны подготовить все необходимые работы там. То есть появится новый теплый туалет, просторный зал, новые кассы. И мы вынесем еще за пределы котельную. То есть, я так думаю, в течение месяца-полтора мы все эти работы должны завершить. Автобусные маршруты в Залесовском округе соединяют все крупные села и большую часть небольших поселков. Это стало возможным в том числе и благодаря новым автобусам, доставленным с заводов-изготовителей специально для муниципалитетов Алтайского края в 2021 году. На покупку 193 газелей и пазиков из краевого бюджета по распоряжению губернатора Виктора Томенко тогда выделили 500 миллионов рублей. Эта беспрецедентная сумма за последние годы представлена регионом на обновление общественного транспорта. Нам, правительство Алтайского края, передали три автобуса. Это на базе «Газель-Некст» две единицы техники. Еще у нас есть «Вектор-1». У нас сегодня организовано три маршрута. Один большой маршрут, который охватывает у нас шесть сел. Сейчас с перевозчиком у нас есть договоренность, что он закроет оставшиеся маршруты. Для этого нужно ему еще две единицы техники. Сейчас мы подыскиваем варианты, чтобы передать ему «Газели», которые у нас есть на балансе. Не без проблем удалось сохранить автобусные перевозки в Косихинском и Ребрихинском районах. Сложности возникают прежде всего из-за конкуренции со стороны нелегальных такси и малоэффективной работы некоторых руководителей АТП. К примеру, в Ребрихинском районе, которому по указу губернатора было выделено сразу шесть автобусов, пришлось избавиться от прежнего руководителя и решать проблемы с многолетними долгами по зарплате водителям. Сейчас предприятие работает. Восстановили все рейсы, в первую очередь, до города Барнаула. Но возникают такие ситуации, когда пассажиропоток очень маленький. То есть один-два человека. И, сделав несколько рейсов, допустим, отработав в течение месяца, понимаем, что предприятие работает в убыток. И нам приходится эти рейсы приостанавливать. Затем, через некоторый промежуток времени, мы снова возвращаем, пытаемся как-то приучить наших жителей, чтобы они ездили все-таки на общественном транспорте, а не использовали транспорт нелегальных таксистов. По данным Минтранса, благодаря новым губернаторским автобусам, перевозки возобновлены по 65 муниципальным маршрутам. В том числе в Калманском, Косейхинском, Курьгинском, Рибирьхинском, Михайловском, Тольменском, Локтевском, Угловском, Салтонском, Рубцовском, Шипуновском районах. Проще говоря, оригинальные программы наиболее успешно работают там, где сами районы заинтересованы в развитии по всем направлениям. И таких, к счастью, большинством. Константин Ганов, Сергей Седых, Денис Кузьменко. Новости. Краевые Дельфийские игры впервые за 22 года существования проходят в Бийске. Накануне на Петровском бульваре прошла церемония открытия и парад делегаций. Об одном из главных в регионе творческих состязаний для молодежи в материале Анастасии Меньшаковой. Краевые Дельфийские игры вместе лучше! Объявляю открытыми! 1200 участников. Эти краевые Дельфийские игры войдут в историю как самые масштабные за все 22 года существования. Молодые таланты приехали в Бийск со всего региона. Участников ждут творческие состязания в художественном чтении, театральном мастерстве, танце, эстрадном, народном пении и других номинациях. Всего их 13. Дельфийские игры! Возможно, я бы хотела в будущем поступить в хореографический институт какой-нибудь. И этот фестиваль может подарить мне новые возможности и просто эмоции. Я очень надеюсь выступить хорошо, чтобы у нас все чтецы все хорошо отчитали. И мы просто уехали с облегчением и большой победой в руках. Самые многочисленные делегации из Бийска, Новоалтайска, Рубцовска и Алтайского района. Последние в прошлом году принимали Дельфийские игры на своей земле. Гостям на празднике таком быть радостно. Это, с одной стороны, облегчение от того, что много очень хлопот. Мы в этом году таких не принимаем. С другой стороны, это какая-то оценка работы коллег и учеба. А что можно было бы сделать так же и в следующий раз, потому что мы не оставляем этой мечты в третий раз принимать Краевые Дельфийские игры. В этом году в играх участвует делегация из Славяно-Сербского района Луганской Народной Республики. Коллектив «Альянс» выступает на церемонии открытия с танцем под песню на стихотворение Александра Твардовского «Я убит под Оржевом». «Кантемп» – современный танец помогает девушкам передать эмоции и переживания тех, кто сражался за свободу страны в годы Великой Отечественной войны. Что недаром боролись мы за Родину-Мать, пусть не слышен наш голос, вы должны его знать. Мы первый раз в таком большом мероприятии участвуем. Для нас это немножко непривычно, немножко есть такое волнение. Для нас это очень большая сцена. Нам очень радостно и приятно присутствовать на этом мероприятии. Очень интересно приобщиться к вашей культуре, увидеть что-то новое, получить вот этот опыт, потому что мы сейчас только начали в этом сфере развиваться по-новому. У нас долгое время был такой небольшой, можно сказать, застой. Дельфийские игры для молодых талантов, конкурсная программа и мастер-классы. Для руководителей делегаций, а это главы районов и председатели комитетов по культуре, обучение. В первый же день, еще до начала церемонии открытия, семинар. Встречаемся, обсуждаем, делимся проблемами и даем важные методические указания для того, чтобы наши муниципалитеты могли пользоваться всеми мерами поддержки, которых сейчас без преувеличения очень много и с федеральной, и с краевого бюджета. Но для того, чтобы их получить, нужно быть компетентным в заявочных компаниях. Поэтому мы учим. Игры проводят за счет средств из краевого и муниципального бюджетов. К тому же, Бийск вместе с правом принять Дельфийские игры на своей территории получил денежную премию от региона – 2 миллиона рублей. На эти деньги местные власти обновили технику в Доме культуры. Городской дворец культуры. Теперь там появился красивый большой светодиодный экран. То есть за счет проведения, в рамках проведения Дельфийских игр, также укрепилась и материально-техническая база крупнейшего учреждения культуры, муниципального учреждения города Бийска. Церемония закрытия и награждения пройдут 17 июня. Лучшие получат денежные премии, а еще общественное признание. Победители – это будущие звезды. Дельфийские игры для них – возможность познакомиться с ведущими педагогами из сферы культуры и даже получить приглашение на обучение в ВУЗе или колледже после окончания школы. Анастасия Меншакова, Алексей Михайлов. Новости. Чтобы тело и душа были молоды, в Барнауле завершилась 13-я спартакиада пенсионеров Алтайского края. 130 человек из 8 территориальных округов соперничали в 6 дисциплинах. Лучшие из них отправятся на всероссийские соревнования в Санкт-Петербург. Артем Тарасов расскажет про главных претендентов. Отборочные соревнования в своем селе или городе, окружная квалификация, краевой этап – это большой спортивный путь пенсионеров Алтайского края. Из 2000 участников 130 человек – это лучшие из лучших – собрались на региональном финале. Здесь важно и округ свой достойно представить, и место в Алтайской сборной заслужить. Очень высокая конкуренция, потому что отбор идет пенсионеров на всероссийскую спартакиаду. Это вот то, что окружают судью какого-нибудь по виду и очень громко, будоражат, доказывают. Это вот опять же стремление попасть в сборную команду на участие во всероссийской спартакиаде. Команды регионального этапа собрались из 8 округов. По правилам все строго. Мужчины старше 60 лет, женщины старше 55. В краевую сборную отберутся по 4 человека каждого пола. К примеру, заринские спортсмены стали первыми в стрельбе. У них большие шансы отправиться на главные старты в стране. У меня жена тоже стреляет, я стреляю. Мы всегда победители, уже 5 лет подряд. В стрельбе? Да. В прошлом году мы ездили на Россию. Участвовали в сборной крае, неплохо. В этом году тоже стараемся тут более-менее это самое... Ну, что можем, как можем выступать. Но все же лучший результат показали хозяева спартакиады – барнаульские пенсионеры. Они стали победителями в общекомандном зачете. Наравне со спортивным интересом участников привлекают и встречи друг с другом. Как от души наглядят. Потому что мы встречаемся одного воздействия, одних интересов. Волейболисты мы друг друга уже знаем. Уже азарт был. В прошлом году у нас битвы обыграл, а сегодня мы им вернули должок. Они пошли вот это так просто, а сейчас они нас поздравляют, потому что мы победили заслуженно. Впрочем, участники спартакиады – отличный пример сторонников здорового образа жизни. Пенсионеры надевают форму не только на соревнования, но и занимаются физкультурой и спортом на регулярной основе. У нас хорошо пенсионеры занимаются в нашем округе, любят спорт, любят играть в волейбол, бегают, плавают. У нас молодцы, народ молодец, у них активный образ жизни. Остается только пожелать удачи сборной края. Команду комплектуют в скором времени. Все российские соревнования пройдут в сентябре в Санкт-Петербурге. Артем Тарасов, Алексей Михайлов. Новости. А у меня все к этому часу. Хороших выходных. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok